Сегодня мы поговорим с вами еще об одном и очень важном типе или виде вероятностей применительно также к особым видам эксперимента. Дело в том, что до сих пор, когда мы говорили об оценке вероятностей различных событий, которые могут произойти в результате какого-то опыта, всегда шла речь об одном опыте, то есть такая однократная процедура испытаний, в результате которой могут появиться те или иные события, и мы говорили о вероятности этих событий. Но на практике часто в жизни бывает очень важно оценивать вероятность событий, которые происходят в результате целой серии испытаний одновременно. То есть мы сейчас ведем речь о так называемых повторных испытаниях. Они получили название испытаний Бернули, иногда их называют даже схема Бернули. Ну Бернули это автор, фамилия автора, который впервые вел в оборот это понятие, вот этот вид вероятности. И кстати дальше в теории вероятности и в статистике очень многие, пожалуй большинство различных параметров, характеристик, критериев будут носить имя того автора, который их впервые значит вот опубликовал. Итак испытания Бернули, что это такое? Я уже сказал, что мы рассматриваем целую серию повторных испытаний. Повторных испытаний это значит, что испытание каждый раз повторяется целиком и полностью. Оно проходит в тех же самых условиях, например, бросание монетки или кубика. Соответственно мы рассматриваем целую серию таких бросаний, в результате которых может произойти то или иное событие, получить тот или иной результат. Так вот, значит, кроме этого испытания Бернули характеризуются еще некоторыми очень важными условиями или требованиями к ним для того, чтобы они имели право так называться испытания Бернули. Первое. Каждое испытание абсолютно независимо ни от предыдущих, ни от последующих испытаний и результаты их никак не связаны друг с другом. Второе. Результатом каждого испытания всегда предполагается наличие только двух противоположных событий. Независимо от того, сколько реальных событий, различных возможных событий может произойти в результате каждого такого опыта. Ну, например, мы бросаем кубик и мы знаем, что мы можем характеризовать события, вот происходящие в результате такого опыта, как шесть возможных вариантов, шесть возможных граней и, соответственно, вот на этом уровне описывать события. Но мы можем сказать и так, что в результате бросания кубика может произойти событие под названием выпадение числа 5 и может произойти событие под названием невыпадение числа 5. То есть вот два таких противоположных события. И таким образом мы можем всегда любое испытание разделить вот по такому, как говорят, дихотомическому принципу, то есть когда мы имеем только разделение на две каких-то группы или категории. Все события, которые мы можем наблюдать в результате данного опыта. Итак, значит, испытания Бернули, это такие испытания, в результате которых мы можем получить только два, или точнее мы будем рассматривать результаты этих испытаний только в виде двух противоположных событий. Мы их можем назвать, соответственно, события А, обозначим их, и события не А. Такая вот дихотомическая конструкция этих испытаний. Каждое из этих событий, каждый из этих результатов опыта может иметь соответствующую вероятность наступления в одном таком испытании. Мы их назовем, эти вероятности обозначим. Первую вероятность события А обозначим буквой П, допустим. Вторую вероятность события не А, буквой К. И поскольку, как мы уже знаем, вероятности двух противоположных событий в сумме дают единицу, не равны единице, мы можем сказать, что П плюс К равняется единице. Таким образом, если мы знаем одну из этих вероятностей, мы всегда можем найти другую. И следующее требование, последнее, это вот эти самые вероятности, которые имеет каждый из этих событий в одном опыте, постоянны и не зависят, точно так же не зависят от результатов предыдущих испытаний или последующих. В каждом таком опыте П и Ку – это постоянные величины. То есть мы могли бы записать, П равняется константа и Ку равняется константу. Вот такие требования накладываются на повторные независимые испытания, для того, чтобы их рассматривать в качестве так называемых испытаний Бернолли или схемы Бернолли. Теперь дальше. А что нас интересует в таком случае, как результат этих испытаний, целой серии испытаний? Нас интересует вероятность повторения одного из этих двух событий, А или не А, определенное число раз. Например, если мы бросаем монетку на простом таком примере, мы это рассмотрим. Нас интересует, а какова вероятность события, что герб, например, который мы обозначим условно с событием А, выпадет ровно три раза или ровно пять раз, или вообще говоря, любое какое-то определенное число раз в результате этой серии испытаний. Вот вероятность такого события, значит, еще раз напоминаю события, заключающиеся в том, что одно из этих двух, в данном случае интересующее нас событие, повторится или наступит определенное число раз. Вот такую вероятность можно назвать Берноллиевской вероятностью по фамилии этого автора, и мы дальше будем так ее и употреблять. Она обозначается, это Берноллиевская вероятность. Так же, как любая вероятность буквы П, вот с такими буквенными обозначениями рядом с ней. Нижние буквы, значит, М и Н, это неважно, их можно менять местами. Главное расположение этих букв. Значит, вот нижняя буква, здесь индекс, обозначает общее количество испытаний, количество в серии, да. Скажем, если речь идет вот о монетке, допустим, 10 раз я бросаю, значит, вот Н равно 10. А М будет означать количество интересующих нас повторений, события, которые в данный момент мы интересуемся. Значит, допустим, событие А. Обычно принято называть то событие, число повторений, которого нам интересно в данный момент, называть его успехом, а, соответственно, противоположному событию неудачей. Но это так чисто условная характеристика этих событий. Мы можем называть их попроще. Нужное нам событие, то, которое нас интересует. Мы обычно будем называть его, там, скажем, успехом, приписывать ему такое качество. Итак, значит, Бернулиевская вероятность, вот она обозначается таким образом. И теперь нам надо понять, как вычислять эту вероятность, ее смысл и дальше ее особенности, свойства, которые очень важны для решения многих практических задач. Давайте представим себе, что вот у нас есть 10 монеток, которые бросаются по очереди или одновременно, а, может быть, 10 различными людьми, это не важно. Повторные испытания будут всегда рассматриваться в качестве таковых, если каждый из них, не обязательно во времени они должны быть последовательными, каждый из них выполняется в одних и тех же условиях и, собственно, само по себе является идентичным. Поэтому подряд ли мы бросаем одну и ту же монету 10 раз, или, скажем, одновременно бросаются 10 монет, скажем, разными людьми, это не меняет сути этих испытаний в данном случае. Так вот, представим себе, что у нас есть 10 монет. Вот я их так сейчас изображу. 10 монет, которые бросаются по очереди или одновременно. И нас интересует вероятность такого события, что число, скажем, гербов окажется в этой серии равным 5. То есть ровно 5 раз наступает событие под названием герб. И, как вы понимаете, вот эти 5 событий могут быть распределены по этим монетам произвольным способом. Ну, например, мы можем говорить о том, что вот эти 5 гербов наступят в первых 5 бросках. Вот, скажем, для первых 5 монет мы будем наблюдать 5 гербов. В последних 5 или в любой другой последовательности. Нам это безразлично. Нас интересует событие, которое определяет просто количество этих гербов, выпавших за эту серию испытаний. Какие места они займут в процессе бросания, то есть каким монетам конкретно они будут приписаны, это безразлично. Но для упрощения рассуждений, для начала мы будем рассматривать только такие испытания, при которых 5 вот этих самых гербов займут вполне определенное место в этой серии. Ну, для простоты, допустим, давайте зафиксируем ситуацию, когда 5 гербов как раз будут выпадать в первых 5 бросках, в первых 5 монет. И вот так я их тут помечу, условно вот так плюсиками, это значит будет 5 гербов. Соответственно, остальные 5 монет не должны показать герб, должны показать решку. Вот мы их обозначили знаком минус. Итак, сейчас нас интересует событие более жесткое, чтобы не просто среди этих 10 испытаний выпало 5 гербов, а чтобы они еще заняли определенное, вполне одно конкретное какое-то место или последовательность места в этой серии. Вот мы обозначили их вот таким образом, первые 5 мест. Итак, значит, поскольку выпадение герба мы назвали событием А, и мы их, да, можем обозначить вот таким образом, а, соответственно, противоположные события мы обозначаем не А, то вот мы под каждой такой монеткой можем приписать вот такое обозначение к событию, которое мы приняли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...